Леонид Губанов Телеграмма была срочная. Содержание личное, не служебное. Но генерал разрешил снять майора Лобачева с боевого дежурства. За годы своей уже немалой службы в ракетных войсках Алексей Лобачев еще не знал случая, чтобы кого-то до срока сменяли с боевого дежурства. Что может быть важнее? Что там стряслось? – думал майор, поднимаясь в небольшом металлическом лифте из глубины земли. Лифт клацал на стыках, словно стальные челюсти, и быстро несся вверх. Как это было уже много раз прежде, Алексей все явственнее ощущал приближение наземной жизни. Это ощущение и появлялось от удаляющейся мертвой тишины. Она оставалась там, в глубине. Чем ближе к поверхности появлялись не только различные звуки, а еще охватывало совсем другое, уютное наземное тепло. Пройдя гулкими галереями, где стук каблуков отлетал от бетонных стен с щелканьем бильярдных шаров, майор несколько раз останавливался перед массивными железными дверями-люками и устройством, похожим на самый обыкновенный телефонный диск. Набирал известный ему шифр. Тяжелые двери, словно в фильме-сказке, медленно и покорно раскрывались перед ним и закрывались за его спиной. Выйдя на поверхность, майор сощурился от дневного света и вдохнул полной грудью вкусный живой воздух. Это уже была не стерильная смесь для дыхания, которую вырабатывают там, внизу, кондиционеры, а плотный, пропитанный земным ароматом полной жизни настоящий воздух. Явственнее других проступал дух прошлогодней, опавшей хвои, нагретой теплом земли, а поверх этого духа, оттесняя его, тек терпкий и смоленистый запах свежей хвои, той, что жила на деревьях и млела в солнечном согреве. А снизу, не смешиваясь с этим хвойным настоем, тянул сладковатый душок гниющих пней, павших деревьев и грибов, которые прятались где-то здесь же в травах. Лобачев окинул взором знакомые поля и тайгу, и его слух уловил неслышную тем, кто постоянно живет здесь на поверхности, музыку земной жизни. Какой-нибудь горожанин назвал бы эти места глухоманию, царством тишины. А для майора, вышедшего из недр, эта тишина состояла из множества очень ясных и громких звуков. Дышал ветер, шелестели листвой ближние деревья, причем каждые по-своему. Березка шелковистая, дубы словно кожу перебирали, а весь лес гудел глухим, могучим гулом. Рассекая воздух крыльями, пролетали птицы. Рядом жужжали комары. Чуть подальше плескалась в ручье вода, а совсем далеко, но для майора казалось просто оглушительно, словно деревянной колотушкой, долбил дерево дятел. Все эти звуки Лобачев после долгой глубокой тишины слышал будто усиленными какой-то невидимой стереосистемой. В штабе вручили телеграмму. Всего четыре слова. Приезжай, отец умирает, мама. И сразу будто все сорвалось с мест и закружилось. Майор не ходил шагом, бегал. Рапорт командиру части. Тот быстро наискось резолюцию разрешаю. Сказал одно слово. Езжайте. Штабные тоже все бегом. В два мига соорудим товарищ майор. Отстучали отпускной билет на машинке, учинили подпись, печать, все готово. На квартире, пока бросал в чемоданчик какие-то вещи, объяснил жене Ане, куда и почему спешит. Ох, как же так неожиданно. А смерть всегда приходит неожиданно. В вертолете отдышался. Пролетая над деревьями, которые сверху были похожи на зеленые дуванчики, над бездорожными холмами и болотами, Алексей подумал. Хорошо, что у нас такой транспорт. Каким-нибудь старым лошадьми или автомашиной с точки домой добрался бы уже после похороны. Хотя и сейчас успею ли. Так неожиданно и стремительно началась эта поездка. И вот, как контраст этой спешки, девять долгих, однообразных дней Алексей дома. Отец, Кузьма Петрович, все еще жив. Он лежит совсем не похожий на умирающего. Лицо будто с курортным загаром, глаза живые, полные беспокойного света. Алексей знал, что отец ни разу не был в санатории у моря. Это в своем цеху он так прокалился, обретя керамический оттенок. Мать, Алексей и все, кто приходит навещать, ступают осторожно на цыпочках, говорят шепотом. Только сам отец кричит из комнаты, где его кровать. Чего вы там шушукаетесь? Живой я. Говорите, как при живом говорят. Алексею и горе, и радость. Хорошо, конечно, что отец не умирает, но и отпуск кончился. Всего десять дней дали, как положено в таких случаях. Отец в порядках и делах военных тоже разбирается. Всю войну отшагал в артиллерии, да еще после победы года три прихватил. Как он сам говорит, закрепляя позиции. Странное чувство хватило Алексею дома. С одной стороны, приятно. Все вокруг родное, близкое с детства. С другой, неотвратимое горе, которое уже проникло в эту уютную, теплую квартиру и вот-вот ударит. Мать и отец жили в новом пятиэтажном доме. Двухкомнатная квартира была оборудована умелыми руками отца. Все делал сам. Оклеивал обоями, циклевал полы, книжные полки навешивал, белой плиткой туалет и ванной облицевал. А одухотворила новое жилье мама. Она наполнила квартиру домовитым теплом, запахом пирогов, всяких приправ к ним, корицы, ванили и еще чего-то, ведомого только ей. В этой новой квартире поселились Алексею знакомые с малых лет вещи. Комод. Старомодный зеркальный шифоньер. Большой дубовый стол, который сначала хотели выбросить, полкомнаты занимал, но мать не позволила. Пусть стоит, дедом служил, и вам еще послужит. Вся эта мебель стояла в бревенчатом пятистеннике, где Лобачевы и их предки жили прежде. Домик снесли, построили на том месте новый, этажный, но квартиру взамен Лобачевым дали не в этом новом, а в другом, готовым к дням сноса. Так что на старом месте не осталось и следа от лобачевского жилья. Только некоторое время стояли между высокими домами ободранные бульдозерами яблони да вишни, но и они вскоре зачахли. Теперь прошлое Алексею почему-то больше всего напоминали старинные, почерневшие от времени резные часы с медным маятником. Они висели на стене и безотказно мерили время вот уже много-много десятилетий. Они служили еще деду и бабке, которых Алексей совсем не помнил, умерли, когда ему было три года. Вот в этих часах тикала мягко и плавно еще та далекая жизнь, которая была при дедах, в деревянном домике, как отец говорил, при проклятом капитализме. На десятый день вечером отец подозвал Алексея. Садись, посиди возле меня. Попрощаемся и поезжай. Тебе в час пора. Такое... Ай, как же... А вот так попрощаешься со мной с живым. Ну, какой толк прощаться, когда я ничего слышать уже не буду? Ты больно тему грустную затронул. Давай о чем-нибудь другом, а? Тема эта, Леша, для меня самая, что ни на есть актуальная. Как говорится, вопрос номер один на повестке дня. И никуда от него не спрячешься. Уходить мне от вас не хочется. Тепло у вас здесь на земле. Солнечно. Красиво. Но я не для жалости это тебе говорю, а к тому, что ехать тебе надо. И попрощаться с таким, какой я сейчас. Даже с подручней. Я в своем уме. Я тебя, ты меня, услышим. Простимся и поезжай. Дела тебя ждут. Дела, о-о-о, какие. Не то, что наша домашняя суета. Мир охраняешь. Шутка ли? Алексей не знал, как себя вести. Как прощаться с живым отцом. Все происходящее выглядело как-то неестественно. Отец совсем не похож на умирающего. Врач сказал, он на своем характере держится. Да, характер у отца действительно прочнейший. На фронте его прекрасно показал. Вся грудь в медалях и даже два ордена. Как он сам гордо говорил, все должности прошел. От самой малой до самой большой. Подносчик снарядов, заряжающий, замковый и, наконец, наводчик. Главнейшее лицо при орудии. И поэтому даже официально во всех документах называется первый номер. Очень гордился отец этой должностью. Первый он, первый и есть. Все на нем. И попадание по врагу, и жизнь расчета. Ты не будешь попадать, противник попадет. И всему расчету каюк. Кузьма Петрович и после войны прошел хороший путь от рабочего до начальника цеха. Институт заочно окончил, хотя и шутил по этому поводу. Я с цехом и без диплома управлялся. Для престижа надо было эти корочки получить. Но получил, хотя и нелегко было. Алексей знал мало, что изменил институт. Отец по-прежнему писал с ошибками. Не всегда правильно произносил слова. Может быть, там, на заводе, это образование как-то сказывалось. А в доме для своих он вроде бы каким был, таким и остался. И вот этот цвет лица, керамический, совсем не инженерный, тоже на всю жизнь въелся. Алексей и мать между собой полушутя, а больше уважительно, называли отца рабочий класс. Но как не задерживается сегодня наш рабочий класс? Что сказал рабочий класс насчет нового телевизора? На смертном одре отец был тверд духом. Никакой в нем сломленности. Какая несправедливость. Человек набрал мудрости. Знает, что есть в жизни добро и зло. В нем кипит душа. Ему бы жить-то жить. С этой вот своей твердой верой и убежденностью еще не на один век хватит. А нет. Тянут его из жизни какие-то таинственные силы, Которые еще никому не удалось ни познать, ни одолеть. Посиди, посиди. Я тебе чего-нибудь расскажу. Надо бы в таком случае что-то очень важное рассказать. От стариков всегда мудрости ждут. А я вот никакой особой мудрости и не нажил. Хочется мне почему-то тебе про натянутый шнур рассказать. Не знаю почему. Может, я в себе этот натянутый шнур всю жизнь ощущаю. Однажды на Курской дуге пошли разведчики за языком. Или, как тогда говорили, в поиск. А на самом деле у них все давно высмотрено, рассчитано, распределено. Кто что делать должен. В общем, все как по нотам разыгрывается. Мы, артиллеристы, в этих нотах тоже свою партию играли. Причем очень важную. К нам даже сами разведчики пришли и объяснили. Начальство, конечно, задачу поставило. И мы ее выполнили бы. Но разведчики пришли и сказали. От вас, братцы-артиллеристы, наши жизни зависят. У нас там расстояние короткие. Несколько десятков метров от немецкой проволоки до их же траншей. И если нас в этом промежутке застукают, назад все скопом мы в проход в колючки не выскочим. А если затопчемся около прохода, нас побьют за секунды. Сколько летит ваш снаряд отсюда до них? Секунд пять. От этого нам уж под завязку. За пять секунд сколько можно дать очередей из автомата или пулемета? Ну, скажем, несколько. В общем, всех нас не побьют за эти секунды. Тем более, что мы будем гранатами да ответным огнем отбиваться. Но если нас застукают, а вы будете в блиндаже чай пить, да пока прибежите к орудиям, да наведете, да зарядите, нам уже, как говорится, капут будет. Вот и просим мы вас, дорогие боги войны, наведите, зарядите, да еще и шнур в натяжку держите в руке. И как мы сигнал ракетой дадим, тут уж за шнуры вы и дернете. Вот тогда мы, может, и выберемся. Только так все произойдет мигом. Дернул шнур, бахнул выстрел, долгие, ох, долгие секунды полета снаряда. И, наконец, желанный разрыв. Ну, если по нам не попадете, то по фашистам уж точно придется. Для снаряда десять метров туда, десять метров сюда это не расстояние. Главное, пальните вовремя. Мы там в кутерьме не растеряемся. Отец помолчал. Лицо его от волнения зарумянилось. Глаза заблестели беспокойным блеском. Ему бы закурить сейчас. И отец действительно привычным жестом пошарил по стулу, приставленному кровати, где, когда он был здоров, обычно лежали папиросы-беломор. Он сделал это движение подсознательно, зная, что папирос на стуле давно уж нет, поэтому и жест его остался незавершенным. Рука сначала быстро потянулась к стулу, а потом, едва коснувшись его, зависла, будто в задумчивости, и вернулась на грудь. Ну, договорились мы с разведчиками обо всем. И ночью, когда они позвонили из первой траншеи, что работа началась, мы встали к заряженным орудиям. И я, натянув шнур, держал его на готове. А у них там дело делается небыстро, осторожность большая нужна. И час, и два прошло, у меня уж руки занемели. Я то одной, то другой рукой шнур держу. Казалось бы, ерундовое дело шнур держать, а вот подишь ты, нелегко получается. Раньше при обычной стрельбе снаряд в канал, замок, щелкну, команда, огонь, и я шнур дергаю. А тут стоишь, в груди вроде бы пружина стальная закручена, а руки, ну, будто совсем без костей, из одного мяса, не хотят держаться на весу, так и падают вниз. Но я держал. Одной рукой смолю цыгарку из махры, другой шнур держу. И вдруг ракета красная во тьме. Командир не успел огонь докричать, а я уже шнур рванул. Звуки разрывов еще не прилетели, а мы всей батареей опять зарядили и бабахнули. Что там у разведчиков было, мы не видели, но огонька дали мигом. Очень они потом нас благодарили. Если бы не вы, хана бы нам всем и языка приволокли. Погоди, зачем это я начал рассказывать? Ты говорил, старики мудрый народ. Наверное, хотел под этот случай какую-нибудь базу подвезти. Вот-вот. мудрость из этого складывается, Алеша не моя, а твоя. Я ухожу, мне уже ничего не надо. А при шнуре натянутом остаешься ты. У вас там все на кнопках, но шнур тот натянутый есть. Ты о нем всегда помни. При современном оружии, как тогда у наших разведчиков, все будет решаться в секунды. Так что держите шнур всегда натянутым. Не беспокойся, пап. Не облашаем. Вот и хорошо. Я тебе верю. Нам этот мир большой кровью достался. Как это странно. За мир надо кровью платить. За все платят деньгами, золотом. А за мир жизнями платили, жизнями живых людей. Ох, сколько же я их видел только моими вот этими двумя глазами. А сколько тех, которых я не видел. Представляешь? И какие люди были. Он долго молчал, разглядывая сына добрыми, любящими глазами. Алексей не чувствовал неловкости от этого пристального взгляда. Понимал. Отец хочет наглядеться перед расставанием. Сын-то он один-единственный. Но вдруг Кузьма Петрович заговорил совсем не о том, что подразумевал Алексей. Честно признаться, я ведь толком тебя и не знаю. Чего стоит человек узнают по поступкам. А какие у тебя поступки? Я их не помню. Маленький был, мать конфетами начала баловать, я с нее стружку снял за это. Перестала. А ты поплакал и забыл про конфеты. Ну и дальше я тебя в строгости держал. Так это мой, а не твой поступок. Был и у тебя первый самостоятельный поступок, помню его. Очень ты меня тогда обидел. Это надо же, первый раз самостоятельность показал и навек оскорбил отца. Я не помню такого. А что же я сделал? Сказал, что не хочешь быть рабочим. в офицеры пойдешь. А, может быть, я на тебя фронтового хотел быть похожим? Ты же сам много про бои, про товарищей окопных рассказывал. Не виляй, не надо. Я потомственный рабочий, это главнее всего. В общем, обидел. Ну, а потом ушел в училище, офицером стал, служил в разных краях. Может, и добрые дела делал, но я-то их не видел, не свидетель я им. Вот и получается ни одного большого поступка твоего, настоящего. Чтобы личность из тебя ярко проглянула, я пока не знаю. Вот ты, майор, звание большое. На фронте я таких вблизи редко видел. У нас командир батареи старшие лейтенанты были. Один, правда, до капитана додержался, но только звездочку четвертую прикрепил. В первом же бою руку оторвал. Опять старшой на его место пришел. Я это к тому, что вот ты майор, а я в тебе майора не чувствую. Какой-то ты не фронтовой, не боевой майор. Как-то мне неспокойно таких майоров нынче видеть. Наверное, потому, что я тебе сын. Какой же я тебе майор? И полковником стану, все равно ты меня за Алешку считать будешь. Это как для матери. Хоть министра, хоть генерал, все равно ее дитя. Это правильно, сынок. Служишь ты хорошо, это мы с матерью знаем. Но мне как отцу хочется прочность твою увидеть, увериться в ней. Ты бы не волновался, а? Ну, нельзя тебе. Теперь мне, Алеша, все можно, все. Вышел я, как говорится, на свой последний рубеж. Странно, пока жизнь впереди, то нельзя, и это нельзя. А когда один шаг до конца остался, все можно, даже правду сказать. И как это оказывается, важно для человека высказать правду. Вот хотя бы ты и я, отец и сын, нет ближе людей. А вот я тебе сейчас могу сказать все, а ты мне не можешь. Почему? И я тебе все могу сказать? я разглашу, присягу я принимал, умею хранить военные тайны. Нет, не могу я тебе этого сказать, но не положено. Сам понимаешь. Молодец, вот обрадовал. Ну, спасибо тебе, сынок. Уж если отцу перед смертью не сказал, значит, никому не скажешь. Так и держи. Тайну есть и б сказал, я вправду с собой унес бы, но был бы неспокоен. Все же ты ее мне сказал, а теперь я глаза закрою с улыбкой. Очень ты меня, Леша, обрадовал. спасибо тебе. Но пап, ты даешь. Ну, разве можно такую проверку устраивать? Можно. Я же тебе говорил, мне на последнем рубеже все можно. Читал я где-то Ротшильд или Рокфеллер, в общем, банкир какой-то, чтобы испытать, сынка дал ему миллион и велел истратить. Хотел узнать, как деньгами тот распоряжаться будет. Не знаю, ублаготворил ли сынок отца. Наверное, ублаготворил. У меня миллионов нет. Но я хочу знать, как ты усвоил то, чему я тебя учил. вот вот теперь вижу, усвоил хорошо. Человек ты надежный. К тому же я этот разговор завел не для себя, а опять же для тебя, для людей добра желаючи. Насторожить всех вас хочу. Ну, ладно, прости, коли обидел. Ты и вправду, сынок, поезжай, нечего тебе тут крутиться. Мы с тобой хорошо попрощались. Душа моя теперь спокойна. Дай обниму напоследок. Алексей склонился к отцу. Тот бережно обнял его, прижался колючей щекой к гладкой, пахнущей одеколоном щеке сына. Задержал его в своих руках минуту-другую. Алексей тоже обхватил плечи отца, почувствовал, какой он стал легкой, усохшейся, поразился, куда делась былая налетая сила в этом теле. От отца шел теплый, родной, только его, памятный Алексею с детства запах табака. Хоть заболев, уже давно отец не курил. Потом они отпустили друг друга и оба прятали глаза, пытаясь скрыть набежавшую на них влагу. Ну, 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 а теперь иди. Иди. Иди мы с тобой, солдаты, нечего нам сыр из разводить. И не забывай, о чем на прощание говорили. Алексей сделал несколько шагов назад, не отворачиваясь от отца. Кузьма Петрович так и не посмотрел в его сторону. Только когда сын повернулся спиной и пошел к двери, отец вскинулся с подушки, жадным взором устремился за ним вслед. Но теперь уже сын не оглянулся. Он аккуратно, без стука прикрыл за собой дверь. Алексей съездил в аэропорт за билетом. Рейс был ночной. Он вернулся домой, посидел с матерью на кухне, тихо пошептался с ней до самого отъезда, но в комнату, где лежал отец, больше не заходил. Только подошел к двери, осторожно приоткрыл ее, заглянул в щель. Отец лежал с закрытыми глазами, неебритый подбородок торчал вверх. Алексей не уходил, все стоял и думал, зачем же я уйду? Для этого приезжал и вдруг уеду. И в это время отец за дверью закашлялся скрипучим кашлем старого курильщика. «Надя, уехал что ли Алексей-то?» Мать вскинула глаза на сына, а он опустил веки, подсказывая ей ответ и, крадучись, пошел к выходу. Когда майор возвратился в часть домой, его ждала заплаканная жена, подала телеграмму. на этот раз в ней было всего два слова «Папа скончался». Он не сказал, что не дождался смерти отца и рапорт еще об одном краткосрочном отпуске писать не стал. Пусть думают, что я успел его схоронить. Майор вздохнул тяжело и печально. Очень жаль было отца. Женя сказал «Ладно, Аня, потом поплачешь. Помоги мне собраться, я чемоданчик свой совсем разокомплектовал. Я останусь, а ты лети к маме. Побудь с ней, поддержи неделю другую, а может согласиться вези ее сюда. Пусть с нами поживет». Жена уехала. Перед заступлением на дежурство подразделения выстроились на плацу. Под звуки марша вынесли знамя. В наступившей тишине перед уходом под землю Алексей пытался уловить запахи и звуки, которые его обычно встречали на поверхности после дежурства. Но, как он ни старался, не ощущал ни аромата хвои, ни шелеста ветра. Не улавливал даже дыхание сотен людей рядом в строю. Все они стояли в полном молчании, а он сам, все его думы, внимание, чувства были направлены совсем на другое, что-то очень большое и величественное. Теперь, казалось, не звуки и запахи заполняли землю, а только вот эта глубокая, полная тишина. Все замерло перед значительностью происходящего, и в этой затаившейся то ли от восторга, то ли от страха жизни вдруг громко и властно прозвучали слова генерала. Для защиты нашей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, первой смене на боевое дежурство заступить. Через некоторое время, опускаясь на лифте все глубже в полную тишину, майор с грустью думал опять, вспоминая отца. Ну что же, батя, буду держать, как и обещал тебе, шнур натянутым. Шнур, охраняющий миллионы жизней. Шнур, сдерживающий миллионы смертей. Майор сел к пульту. Светящиеся лампочки, рычажки, кнопки, стрелки в различных приборах, знакомые россыпью, раскинулись перед ним на панели. И шнур во мне, подумал Алексей, окончательно отрешаясь от всего земного. А точнее, от всего своего личного и как бы превращаясь в пульс того, что скрыто здесь, под землей. Вы слушали рассказ Владимира Карпова «Натянутый шнур». Читали Леонид Губанов и Евгений Кендинов. Спасибо. Продолжение следует...